Есть еще одно задание с текстом вдоль кривой. Очень рекомендую тоже поработать. И помимо текста, здесь еще раз вспоминаем про кисточки. Называйте Text on a Path и Paint Brush. Открою, расскажу, вы самостоятельно работаете, пожалуйста. Смотрите, это обычные базовые объекты. Эллипс и прямоугольник с закругленными углами. Это дуга. Если идти в режим контуров, то мы увидим простую дугу. Дуга. Мы знаем, как нарисовать. Но если вернуться в обычный режим, то мы видим котят. Котят вы можете сами нарисовать. Но не обязательно точь-в-точь повторить то, что вы видите. Нарисуйте все, что вам хочется. Из нарисованного получаете, конечно, узорную кисть. Узорную кисть. Это узорная кисть. Паттерн браш. И применяйте узорную кисть к дуге. То же самое с ромбиками я сделала. Это узорная кисть. Кувшинчик я нарисовала с помощью каллиграфической кисти. Текст вдоль дуги и текст вдоль дуги. И еще здесь одна буква G, которую я немножко отредактировала. Вот по поводу этих текстовых фрагментов давайте поговорим. Дело в том, что когда мы устанавливаем дополнительные шрифты, их может не быть на другом компьютере в типографии или в рекламном агентстве. И эти редкие шрифты на другом компьютере превратятся в обычные скучные офисные шрифты. Чтобы этого не происходило, мы обязательно в макете все шрифты должны преобразовать в обычные кривые. Этот макет содержит на первый взгляд текст, но на самом деле это уже обычная кривая. То же самое касается вот этой буквы G. Преобразование текста в обычную кривую делается так. Мы черной стрелкой выделяем внешнюю рамку. Ни в коем случае не находимся внутри, не выделяем символы таким образом. А именно черной стрелкой выделяем внешнюю рамку. Только после этого в меню Type, Text, выбираем команду, преобразовать в кривые, Create Outlines. Можете клавиатурную комбинацию тоже запомнить, довольно часто это делаем. Преобразовать в кривые. Это уже перестает быть текстом. То есть если я сейчас закрою, сохраню и чуть позже открою, я уже не смогу редактировать как текст. Это обычная кривая, которая редактируется через белую стрелку, через добавление и удаление узлов. То есть так, как мы уже знаем. Пожалуйста, обычная кривая, добавлю узел, редактирую с помощью белой стрелки и так далее. Очень часто такие логотипы получают, именно преобразовывая текст в кривые. И также с таким уже текстом работает абсолютно спокойно градиент. Дело в том, что с обычным текстом градиент не работает. То есть таким обычным способом градиент к обычному тексту не применяется. Никак, видите, никак не хочет. А после преобразования в кривые, пожалуйста, любые градиентные переливания. То есть есть необходимость преобразования текста в кривые, но в первую очередь это в том макете, который вы отправляете на другой компьютер. Далее. Колесникова я сделала обычным копированием и вставкой. Это один текст, преобразованный в кривые. Я просто скопировала и вставила на передний план. Paste in front. На передний план. То, что я поставила на передний план, имеет другой цвет обводки и другую толщину. Еще раз поставлю. Еще раз. Paste in front. На сей раз без обводки, с любой заливкой. Ощущение, что здесь несколько обводок, на самом деле это просто копирование и вставка. Вставка на передний план. Обязательно старайтесь работать, старайтесь выполнять практические задания для большей уверенности. Еще кое-что, с чем вы столкнетесь. Как раз вот такая ситуация, когда работа идет с такой этикеткой, даже крышкой для сметаны. И вдруг мы понимаем, что там может быть состав продукта, срок годности, температура хранения и так далее. Как нам быть, допустим, хранить, я набираю, хранить, при температуре, допустим, сколько-то градусов, плюс-минус, допустим, 3. Откуда нам взять эти символы, градусы, плюс-минус и так далее. Вы знаете из Microsoft Word дополнительные символы и вставка символов. Здесь в иллюстраторе они тоже есть, но называются глифами. Вставка глифа дополнительного символа. Глиф – это панель, которая работает с этим конкретным шрифтом. В Meret Pro, в самом низу мы видим этот шрифт. И здесь мы можем выбрать нужный символ. Допустим, вот символ градуса. Я хочу поставить на место мигающего курсора. Хранить при температуре 15 градусов. Двойной клик по символу, и он попадает на место мигающего курсора. И, допустим, плюс-минус сколько-то. Давайте поищем плюс-минус. Огромная панель. Плюс-минус сколько-то градусов. В любой гарнитуре, гарнитура или шрифты эти символы и присутствуют. Просто их надо поискать и находить. Пожалуйста, двойной клик по символу. И все. Этот глиф попадает на место мигающего курсора. Вот так работаем с глифами. Их огромное количество. И можем смело их применять. Обязательно, потому что на клавиатуре очень мало места для всех символов. Для размещения всех символов. Это физически невозможно. Пожалуйста, дополнительные символы здесь по программе Adobe Illustrator. Кстати, абсолютно произвольные символы, как картинки. Именно символы-картинки. Вы можете выбирать в гарнитуре, которая начинается на букву W. Вам достаточно здесь в названии гарнитуры набрать W и Enter. Здесь есть разные картинки, которые также двойным кликом вы отправите на место мигающего курсора. Это все еще текст. Пожалуйста. Но вы можете преобразовать текст в кривые. И взять в руки инструмент LifePaint. И закрашивать в разные-разные цвета. Пожалуйста. Могу вот так вот. Закрашивать в разные цвета можно. Вот так. Вот так. И так далее. То есть обычные картинки среди символов, которые вы можете тоже двойным кликом поставить на место курсора. Преобразовать в кривые и работать. Очень часто мы не обращаем внимания, набираем какой-то фрагмент. Допустим, обычный текст я набираю. И вдруг в какой-то момент я понимаю, что мне надо было все буквы делать большими. Или наоборот, все буквы делать маленькими. Из дополнительных функций в меню Type есть такая функция замена регистра. Дальше само внешнее описание уже подсказывает, как это будет работать. Все большие. Или все маленькие. Или как в зарубежной литературе принято там заголовки, сколько бы слов они не содержали, каждое слово начинает с заглавной буквы. Title case, как в заголовке. И как в предложении. Как в предложении. Первая буква большая, остальные маленькие. И очень хочется, если даже здесь в иллюстраторе не так много текста мы набираем, как, например, в программе InDesign, но все же, чтобы не было ошибок, таких как много энтеров, много пробелов и так далее, нам бы проверить наличие таких ошибок. Это очень серьезная ошибка. И особенно при обтекании текстом какого-то объекта эта ошибка о себе даст знать. Показать скрытые, не печатные символы для обнаружения и устранения ошибок. Show hidden characters. Вот эти кружочки – это лишние пробелы, а вот P – это энтеры лишние. Есть, конечно, функции, как в Microsoft Word поиск и замена, но здесь не так корректно работает, как хотелось бы. В InDesign блестяще работает, в Microsoft Word тоже. Здесь в иллюстраторе не так, как хотелось бы. После устранения всех ошибок вы выключаете эту галочку. Вот несколько дополнительных функций к этому заданию.